Всем привет! Сегодня смотрим отрывок телепередачи до 16 и старше 1986 года. Чем интересны эти годы перестройки? Тем, что люди там не врут, объявили о том, что гласность везде, и они говорят то, что есть. И вот интересно посмотреть, как они выражаются, как они выражают свои мысли, поступки, о чем они думают, разговаривают эти вот студенты вчерашние, вот только поступили. Смотрим ролик. Ребят, а чего не хватило в школе на ваш взгляд? Что школа не додала? Самостоятельность, именно самостоятельность. Потому что половина уходит просто инфантильных людей. После школы такое впечатление, вы знаете, когда людей учат плавать, их вывозят на середину реки, бросают кнопки, и они сами учатся уже. Вот так и мы оказались в положении таких людей, которых учат плавать. Вот эти две девчонки, Дарья Асламова и Жанна Агалакова, стали впоследствии очень известными журналистами. Вот покажу вам Жанна Агалакова, она стала ведущей программы «Время», потом специальным корреспондентом Первого канала. То есть они сделали потом карьеру. А Дарья Асламова, вот Дарья Асламова, стала корреспондентом «Комсомольской правды» и работала корреспондентом в газете «Спидинфо», такой газеты эротического направления. И даже издала такую книжку с записки дрянной девчонки, такого эротического характера. Но это все будет в их судьбе, а пока они собирают картошку. Эти ребята – студенты-первокурсники факультета журналистики Московского государственного университета. В сентябре они работали в подмосковном совхозе имени Моссовета. Первый курс, первые шаги во взрослой жизни, первые проблемы. Проблем, с которыми столкнулись ребята в совхозе, было немало. Нам хотелось выяснить, насколько вчерашние школьники подготовлены к их решению. Так, все, ребята, время без пяти часов, пора на работу. Обеденный перерыв закончился, а кто вы ждет? Ура, встали, пошли, пошли. На работу. Все запросили радостное лицо. На работу, на работу. Девочки, а что это у вас так много картошки скопилось? Не работал сначала. А они послали по две. Простаивали вы? Да. А он был неисправен? Да, по-моему, там тут чинили. Слушайте, а вот помните был случай, когда вы умышленно простаивали? Дело было в том, что нас посылали на работу, которая, в общем, была невыгодной. Не только нам, но и колхоз. То есть мы убирали петрушку, в общем, в ударные сроки. А потом ее три дня никто не вывозил. Она усыхала, потеряла свой вес. То есть получалось, что у нас половина работы не засчитывалась. Что, извините, он опять освоил? Это опять простой бы? Да. Я понял какой-то вопрос. Это по зелени. Дело в том, что мы всегда сегодня заготавливаем, завтра мы отправляем. Дело в том, что мы эту петрушку отправляем за 300 километров в Толмачев на перерабатывающий завод. И машина должна уйти туда до обеда. А так, чтобы сегодня нарезать и сегодня отправить, мы не сможем просто. Ну как же, чтобы они сегодня собрали петрушку и сегодня же ее отправить? Такого нельзя, ну что? Обычное советское разгильдяйство. Ребята собрали петрушку и она усохла вся. Соответственно, они и не получат за нее денег, потому что она вся высохла. Обычно транспортеры не работают. Почему? Потому что экономика плановая. Все не заинтересованы в результате. Просто потому, что у всех все будет стабильно. Зарплата всегда будет. При всей передовой идеологии Советского Союза экономика все-таки хромала. Но это не умаляет достоинств этих советских людей. Это уже как у нас повелось, мы всегда сегодня заготавливаем, завтра отправляем. Они говорят, что она стояла по 3-4 дня. Нет, ну это неправда. Поправляющие утверждают, что больше дня не растенешь. Ну, вот, вся бригада. Мы же не будем рассказывать. Чего не было. Пучки, которые весили по 2-3 килограмма, они усыхали почти до 50%. Наш труд оказался не нужен. Машина подавалась здесь. Вот девчонки Дарья Асламова и Жанна Агалакова. Молодые. Еще никакой, никому не известные девчонки. Журналистки. МГУ. На второй, на третий день. Это уже грузили не петрушку, а все, что от нее осталось после высыхания. Они не выполняли нормы выработки на уборке петрушки. И, значит, выставляли именно материальную сторону. Вы считаете, если интересовали деньги? Да, вот именно. Мы не выставили на работу из-за чего угодно, только не из-за денег. Просто можно сказать и об организации труда, например. Вот вчера у нас такой был случай. Приехали грузчики на поле, полные картошки. Но почему-то им не дали ее собирать. Направили на другое поле, неизвестно куда. И они потеряли там полтора часа времени. Не могу вдохновлять отряд, бригаду на работу, если я вижу, что их труд никому не нужен. Блюз прогрузчиков, ну сокращенно груз-блюз называется. Жаркий день, солнце ест глазам, Хоть бы дождь или даже гроза, Под полбу течет, соленый поток. А мы, как рюшаки, таскаем мешки. Это вам не тиктоки записывать, Это картошку надо с поля собирать и грузить. Вот такие советские студенты. Дружно, весело, с задором, Столкнулись с несправедливостью, Возмущаются. Смотрим дальше, что у них там. С нами было собрано 30 тонн первый день, Второй день 22 тонны. То есть это солидное количество моркови. Что же выяснилось? Машины с овощехранилища стали возвращаться. И нам предъявились требования, что мы собираем нестандартную морковь. То есть требования стандартной моркови администрации совхоза были известны давно. Но нам только сейчас мы были поставлены в известность о том, что часть моркови, которая считалась стандартной, все-таки она считается нестандартной, непригодной к хранению. Ну и ничего же страшного не произошло. Нет, собственно, ничего страшного не произошло. Но теперь вся та морковь, которая была нами собрана и затарена в мешки, рабочими совхозами будет сейчас растарена, и мы заново будем перебирать все то, что собирали за два предыдущих дня. Теперь, когда растарят мешки, им придется второй раз переделать свою работу. По-моему, это очень плохо. Потому что вот сейчас они получают уроки. не только уроки экономики, но и уроки нравственности. А начался конфликт с того, что ребята не вышли на работу. Это, конечно, не самый лучший метод убеждения совхозных руководителей. Но дело в том, что слова не доходили. Потом ребята с лихвой отработали эти часы. А нецелесообразный труд раздражал, унижал, вызывал чувство протеста. Нет, ну это нормально было. Они сделали работу, потом переделали обычное советское разгильдяйство. Ничего в этом нет. Все-таки экономика без конкуренции, без вот этой. Когда нет заинтересованности в результате, она, конечно, хромает. С другой стороны, у нас сейчас все заинтересованы в результате. Конкуренция. У нас все есть. У нас все хранится. Все хорошо. У нас нет проблем со снабжением. У них тогда были эти проблемы. Мы живем в то время, о котором они мечтали. Но мы хотели бы, чтобы быть еще с той совестью, как у них. Изобилие, как у нас сейчас. Но такие светлые и вот такие идейные начали протестовать. Ну, несправедливость. Как? Мы сделали зря. Зачем? Что это такое вообще? Не вышли на работу. Как-то протестуют за бастовком. Доносят до начальства свое отношение. И это, конечно, только маленькая часть. Это как бы срез общества того времени. Ладно, смотрим дальше. Самая основная причина наша была это чтобы совхозные руководители каким-то образом перестроили свое отношение к работе в уборочное время. Организацию труда. Именно организации труда занялись. Поделили какое-то большее внимание. Мы пытались не быть звеном в общей бесхозяйственности. Мы пытались прервать эту цепь как-то, но, видимо... Нет, нам все-таки немного удалось, я думаю. Потому что, как бы там ни было, а вот в последние дни все-таки чувствуется, что нас пытаются обеспечить работу. Мы принимаем всерьез, в конце концов. А где-то там, за синим холмом, течет река, холодна глубоко, я бы кнулся слегка, но ножа так велика, а норма так далека. А когда вы решали свои конфликты, ощущали вы как-нибудь, что вам чего-то не хватает? Упорство, уверенность в себе, пожалуй. Осознание себя, как полноценной личности. В принципе, ведь мы рабочие совхозы, просто временно наняты. А такого ощущения у нас нет. Ну, в смысле, просто знание жизни, ориентировочность, уверенность. Ведь постоянно приходится ждать, что кто-то решит за себя. А за нас уже, пожалуй, никто этого не решит. Школа как-нибудь подготовила вас к этому? Вы знаете, нет. Никак, наверное. Даже наоборот расхолодило. Мы приехали туда с такими довольно юристическими настроениями. То есть мы ждали хорошей работы, отличных условий, хороших к нам отношений. Мы ждали, что мы здесь кому-то нужны. А что, так было именно в школе? На это ориентировали? Ну, в школе нас это настраивали. Что нас ждут как помощников. Оказалось, все не так. Если в школе какие-то были конфликты, то настолько остро они никогда не разрешались. И настолько проблематично. В данном случае конфликт был решен нашими силами, по нашей инициативе, и в общем, довольно успешно. По инициативе вчерашних школьников? Можно сказать, что да. Нет, скорее всего, по инициативе бригадира все-таки. А ты как? Ну, нам бригадир очень помог. Ребят, а если бы не Сережа, не бригадир, то как бы вот та ситуация, когда вы не вышли на работу? Если бы не Сергей, то все это приняло бы форму просто, знаете, такого неосознанного протеста, как стихийный бунт, как дети, знаете, вот бунтуют. Просто не было бы конфликта. Не было бы конфликта просто совершенно не было бы конфликта. Может быть, это хорошо? Не было бы конфликта? Нет. Тогда бы не разрешились все проблемы, которые готов выявлять. А какие проблемы разрешились? Проблемы были бы. Нам стали относиться как к дружным людям. Как действительно к рабочим совхозам, а не как к школьникам, которых можно обманывать как угодно. Требования, требования предъявляемые школьнику в школе намного ниже, чем предъявляет к студенту и к человеку, закончившему школу, жизнь. Притупилось чувство хорошего слова «надо». Да, вот у нас, сейчас, в нашем поколении. Это правильно. Которое, в общем-то, двигало народ после войны, до войны. Ну вот сейчас, когда я начинаю ребятам говорить, что ребята, надо убирать, я прошу вас работать. Но мы работаем, серьезно. Да, ты говоришь, не только школьникам. Ты так говоришь, как будто мы не работаем. Мы работаем очень хорошо, по-моему. Понял. А ты скажи вот честно, сам себе, 10 лет, ты точно так же это понимал назад? Или как-то немножко, может, трудно? Дело в том, что нет той меры социальной ответственности, которая существовала раньше. Дело в том, что вот эта вот такая опека, что ли, школьная опека, семейная опека, она уводит людей вот от этого, от чувства ответственности, самостоятельности. И вчерашние школьники, они сразу вот в жизни не могут войти без разгона. Вот сразу раз, вошел и почувствовал. Значит, раньше школа все-таки была другая 10 лет? Ну, я думаю, что дело не только в школе, но и в обществе, что и общество изменилось, и где-то, может быть, какие-то, ну, какие-то, может быть, и рамки стали более размытыми, какие-то социальные рамки, нравственные. Понимаете, вот сейчас уже не говорят так, что человек нехороший, можно сказать, плохой человек. Говорят, человек сложный. Сложный человек, и все. И этим все объясняется, что он сложен. А раз он сложен, значит, можно ему простить. Абלים, значит, что ли? Да, значит, раз ему сложен, то можно простить раскляпанность, разгильдяйство, какие-то, ну, страшные нравственные вещи. Можно простить, он сложен. Считаю, что меняются сами люди. То есть, работать здесь действительно сложно. Трудные условия, погодный, ветер, дождь. Вот как человек сумеет себя преодолеть, он работает. То не сумеет, тот не работает, лентяне, что есть, ищет себе какие-то причины. То есть, я считаю, что дело в самом человеке. И ты-то школьник вчерашний, и ты хорошо работаешь. Ну, значит, сумел себя преодолеть, там, может, интересно, работа западет. А другой человек не смог вот себя преодолеть, и так получилось. Но это со временем пойдет, то есть то раньше, то позже. Ну, значит, школу уже нельзя винить? Школу? Почему? Можно. То есть она не сделала все того, то есть не выполнила все те функции, которые на школу возложены. Школе мне давало только знания, и все. По остальному я учился сам. С мелостью иметь. Ну что, ребят, еще и пять минут погреемся, и на работу. Сережа, давай, листочку. Чего вы желаетесь, действительно, вы потом этот колхоз будете вспоминать всю жизнь. И скажете, ага, несмотря на снег, мы все равно ходили и работали. Больше, больше дать не могу. А вы, нынешние девятидесятиклассники, те, которые бывали в школьных трудовых лагерях, у вас были конфликты? Не-не-не-не-не. Вы сталкивались с бесхозяйственностью, с несправедливостью? И насколько вы оказались подготовленными к тому, что в жизни надо уметь отстаивать свою точку зрения? Напишите нам. Я там картошка. Вот такой вот ролик. Вчерашние школьники, первый курс МГУ, поехали работать на поле в САПХОЗ. Ну что можно сказать? Ребята столкнулись с реальной жизнью. Их идеалы, их знания прошли проверку жизнью. Они столкнулись с трудностями, с первыми, с безалаберностью, бесхозяйственностью вот этой. Ну, в то время это была, конечно, большая проблема экономика. Экономика была недоработана. И вот они вот протестуют против этого. Как так наш труд? Мы работаем, собираем тоннами эту картошку. Что они там собирали? Картошку, морковь, петрушку. Да, ну вот вы только послушайте, как они говорят. Какая у них речь? Они пытаются понять, проанализировать, найти несоответствие, чему их учили в школе. Столкнувшись с реальной жизнью, вот это вот дисбаланс. Они пытаются улучшить что-то. Вот этот конфликт возник. Ими двигало не материальное вознаграждение, а исключительно боль от несправедливости и желание улучшить ситуацию. Вот. Вот такие школьники. А мы пойдем снимать ТикТок. Напишите в ваши комментарии, что вы думаете об этой стране. Такое ощущение, что мы прилетели на другую планету. А это было 30 лет назад. Вот на этой территории. Как будто мы слетали на какую-то другую планету, посмотрели, что там у них. И прилетели. Как? Вот. Не только деньги у них. Не только. Они не были настолько тупыми в свои 18 лет. Это было всего лишь 30... Вот. 86-й год. 35 лет назад. 35 лет назад. На этой же территории. Вот она же Москва. Вот она Россия. Вот. Были вот такие люди. Мы посмотрели, что мы потеряли. У нас сейчас все в порядке с логистикой, с маркетингом, с изобилием. Но у нас кроме этого ничего нет. Мы должны зарабатывать на то, чтобы можно было бы потреблять огромные вот эти цветные баночки. У нас нет даже времени задумываться. Нет. Есть время только снимать 15-секундные ролики в известную социальную сеть. ТикТоки нас ждут, ребята. Ну ладно, пишите ваши комментарии и поставьте лайк.